Всего лишь полтора километра осталось. Солнце садится, красота, суперская погода. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сейчас мы едем на Нароч и будем ловить щуку на крупную резину. Очень интересная ловля, чистая вода, огромные просторы и незабываемые впечатления. Все, отправляемся. Данное озеро находится на расстоянии около 150 километров от Минска. Сегодня мы стартанули из дома лишь в 11 часов, а ловить собираемся с обеда и до вечера. Конечно, на Нароч выгоднее ехать с ночевкой и на несколько дней. Однако так получается далеко не всегда. Погода сегодня обещает быть хорошей, и этим обязательно нужно воспользоваться. Нароч – это ледниковое озеро. И образовалось оно в ледниковый период, когда ледник надвигался с севера. И получается, он толкал перед собой кучу камней, выкапывал озера. И вот когда ледник отошел, получились на места, где шел ледник, глубокие озера. И вот Нароч – это одно из самых больших и самых глубоких озер Белоруссии. Прозрачность воды достигает 6 метров. Вода очень чистая, но рыба в нем тоже весьма осторожная. Мы сегодня будем ловить щуку. А щука как раз в этом озере очень критична к наличию солнечной погоды. Вот в солнечную погоду, если нет ветра, фактически добиться клева невозможно. То есть щука не охотится. Только появляется ветер, тучки на небе, начинает щука клевать. Но опять же, с другой стороны, сильный ветер не дает возможность на озере полноценно плавать на лодке, потому что ветер порывами 10 метров в секунду разгоняет волну чуть не полтора метра. И поэтому на лодке уже выходить очень опасно. А озеро имеет диаметр 10 километров. Поэтому даже вроде бы кажется, что ветер небольшой, а там получается большая волна. Поэтому сегодня вот обещают ветер от 3 до 6 метров в секунду. Нормальный ветер. То есть я думаю, что будет комфортно. Солнечная погода, но тем не менее, мы так думаем, шансы есть. В будний день дорога свободная. И ехать на лодке с прицепом одно удовольствие. Ну вот, сейчас переезжаем мост. Это Вилейское водохранилище. На этом водохранилище очень много судака, окуня, щуки, леща. И это лето было жаркое. Вода в Вилейке очень сильно перегрелась. И летом судак слабенько клевал. А вот сейчас вода уже начала остывать. И вот-вот должен начаться клев. Поэтому мы на это водохранилище вернемся чуть попозже. Через пару денечков, наверное, съездим тоже поохотиться за судаком. Водохранилище очень красивое. Но сейчас наша задача на рочь. Ну что, вот мы уже и на водоеме. Это сегодня ветерок 4-5 метров в секунду. Он уже барашки даже на воде. Но это хорошая сегодня погода. То, что надо. Все, двигаемся. Вот мы пока возле берега. А поплывем сейчас километра за три в центр озера на бугры. И будем там уже плавать, искать рыбу. Чтобы сэкономить время, мы стартуем с наветренной стороны озера. Соответственно, тут сейчас максимально возможная на сегодня волна. Ничего, в центре озера волны будут меньше. Легкий ветерок на дарочке. Несмотря на болтанку, волны на самом деле еще слабые. Тут бывают настоящие штормы, когда на лодке находиться вообще страшно и очень опасно. Всего лишь полтора километра осталось. Чем дальше отплываем от берега, тем меньше становятся волны и изрядная тряска в лодке уже уменьшается. Ну, вот мы уже за три километра от берега. Глубина под нами четыре метра. А проплывали над двадцатью метрами глубины. Я уже здесь проплыл немножко и построил карту. Чтобы не отнимать время, просто вот ее показываю. Змейкой прошел по-быстрому. Практически на таком не сильном глиссере километров двадцать пять скорости. Она легко отрисовывает карту. И получается, сейчас я уже вижу, где бровка, где отмель, где ямка. И ориентироваться буду на участки с глубиной от семи, перепад, от семи, где-то выход на четыре метра. И буду становиться на семи, на восьми метрах глубины. На электронный якорь забрасывать буду, стараться по ветру в сторону глубины четыре метра. Потом, после того, как приманка у меня упадет в воду, буду считать где-то до десяти, до двенадцати. Чтобы у меня приманка заглубилась. И только потом буду выполнять равномерную проводку. Вот у меня какая приманка. Вот какая удочка. Удочка, конечно. Я ее называю большая берта. Длиной 2,70. Очень мощная. И тестом 60-120 граммов. На ней стоит джерковая катушка мультипликаторная. И вот, собственно, сама приманка. Приманка вся уже запаяна. Это говорит о том, что на эту приманку очень хорошо клевала щука. Я ее запаивал прямо на воде. После каждой поклевки, чтобы рыбка не приходила в негодность, лучше всего все порезы запаивать. Вот, собственно, и все. Хорошая, надежная застежка. Вот, кстати говоря, о застежке. Многие рыболовы ставят обычную застежку, без фиксации. И такая застежка, когда ловишь на крупные приманки, на тяжелые джерки, обычные пластиковые. На силиконовые крупные приманки застежка очень часто расстегивается под нагрузкой. И вот, чтобы этого не произошло, нужна вот застежка вот с такой фиксацией, петелька, которая не дает застежке самопроизвольно расстегнуться. И под нагрузкой такая застежка не разъедется, потому что вот эта петелька сверху, она фиксирует как бы саму застежку. Поводок у меня из флорокарбона диаметром 0,6 мм. Но он, конечно, тонковат для такой приманки, поэтому я сплел его в косичку. У меня получается сейчас сдвоенный флорокарбон диаметром 0,6. Ну и длиной, наверное, сантиметров 50. То есть, почему такой длинный поводок? Потому что вода в озере прозрачная, а под водой плетенка, она видна буквально как канат на проводке. Вот мы опускали подводную камеру, страшно, очень сильно видна. А если флорокарбон, то идет как бы плетенка, толстый канат, и потом вдруг ничего нет, и идет приманка. Это вот говорит о том, стоит ли ставить флорокарбон или нет. Ну, по нашему мнению, с поводком стальным, титановым поводком, конечно, снасть надежнее, но поклевок меньше. Поэтому, собственно, мы вот так вот и поступили. Сейчас я, несмотря на то, что построил карту, поплаваю немножко на моторе и поищу траву. Потому что тут, на этом водоеме, это водоем ледникового происхождения, очень сглаженный рельеф. Есть бугорки, есть ямки, есть глубины, но рыба любит стоять в укрытиях, в частности щука. И такими укрытиями на естественном природном озере является именно водная растительность, водоросли. И мы будем искать не низенькие водоросли. Тут, когда плаваешь на глубинах 4, 5, 6 метров, все дно покрыто вот такой высоты травкой. Но в такой траве, конечно, крупная щука прятаться не будет. Нам нужна будет трава высотой метр-полтора. Вот примерно на такую траву будем ориентироваться. И там, где эту траву найдем, там заикаримся и уже будем ловить. То есть будем плыть по карте глубин и останавливаться в тех местах, где есть водная растительность. И такие места тщательно облавливать. Поэтому сейчас переключаюсь на структурную карту. Так, сейчас, во-первых, снимусь с якоря. Так, и пойдем, вот, например, вот сюда. Вот сюда пойдем. Якорь курсор. И пока мы плывем, будем смотреть по структуре. Структуру поставим по 50 метров. Идя по карте глубины, внимательно анализируя структуру, мы решили заикариться, когда увидели высокую траву на глубине 7 метров и стайную рыбу над травой на верхней части бровки с глубиной 4,5 метра. Кстати, поперечные линии на структуре говорят о том, что волнение на водоеме довольно приличное. Зачем нужен длинный спиннинг? Ведь, в принципе, если я, например, ловлю наджерковые приманки, пластиковые, то я использую короткий спиннинг, потому что им удобно ударять по приманке. А когда ловишь на крупные силиконовые приманки, наоборот, удобнее длинный спиннинг. Потому что спиннинг нужен только для того, чтобы забрасывать приманку, чтобы подсекать рыбу и вываживать ее. А проводка осуществляется непосредственно катушкой, поэтому я совершенно не стесняюсь длинного спиннинга в лодке. И вот обратите внимание, какой мах надо сделать, чтобы забросить приманку весом больше 100 граммов. Очень коротенький. Если бы у меня был спиннинг где-то 2 метра, то мне пришлось бы руками вот так вот махать. То есть устаешь больше. А с длинным спиннингом все очень легко, комфортно. Все, считаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И пошли проводку. То есть вроде бы техника ловля незамысловатая, но очень удобная. Обычная равномерная проводка. И вот ведешь иной раз, слышишь, что крючок цепляет водоросли. Сразу чуть-чуть ускоряешься и приманка идет выше. А головка у меня сейчас 15 граммов. Мы заикарились довольно удачно. Лодка стоит внизу бровки, а заброс выполняется по ветру на глубину 4,5 метра. Там стайная рыба и наверняка где-то рядом должна быть щука-пастух. Так и оказалось. Второй заброс крупной резины с этой точки принес поклевку приличного размера щуки. Ну вот. Первая поклевка. Ой, и сразу неплохая щука. Рыба примерно около 5 килограммов веса. Мы не торопимся ее вываживать и наслаждаемся процессом. Приятно, когда рыбу просчитал и тут же поймал. Решили снять, как щука сопротивляется под водой. Вода очень прозрачная и вся динамика борьбы с щукой отлично видна. Рыба полна сил и периодически делает резкие старты в глубину. В эти моменты приходится опускать удилище в воду. Мы так увлеклись съемкой, что случайно ослабили на мгновение леску. Это тут же привело к сходу. Ничего, мы бы ее все равно отпустили. Жаль только, что показать во всей красе не смогли. Нарочанская щука очень красивая. Ах, соскочила. Пока снимали вываживание, хотели подводное снять. Начали уже снимать вываживание. И в тот момент, когда уже рыбу надо было брать, соскочила с крючка. Но, тем не менее, поклевка была. Рыбу мы поймали. Все, в фурнитуру опять втыкаем крючок с одной стороны. Втыкаем немножко с другой стороны, чтобы не болтался крючок. И продолжаем ловлю. И вот, кстати, длинным спиннингом подсекать очень удобно. Достаточно короткого движения корпусом сделать. И поклевка, и подсечка получается. А с коротким спиннингом надо чуть не назад подпрыгивать на метр, чтобы засечь рыбу. Хоть вот щука и не любит солнце, но когда солнце и волна, она все-таки охотится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, и пошли проводочку равномерную. Вот, несмотря на то, что тут глубина всего 4,5 метра, у меня лучи стоят по 50 метров влево-вправо. И за счет этого я вижу всю картину, что происходит вокруг. Я сейчас стою в эпицентре среди травы. То есть у меня со всех сторон здесь есть трава. И такие-таки травы по 10, по 15 метров. И получается, я в любую сторону бросаю и так или иначе провожу приманку мимо травы. А в траве, как известно, щука любит устраивать засады. И по этой причине не надо даже пытаться облавливать каждый найденный пятак травы. Вот достаточно просто наугад бросать вокруг, и ты обязательно проведешь мимо щучьей морды. Несмотря на весь наш энтузиазм, ни на этой, ни на многих последующих точках больше поклевок не случилось. Дело близится к обеду, и на клев пока рассчитывать не приходится. Как раз перед поездкой мы купили одножильный флюрик диаметром 0,85 миллиметров. И решили перевязать поводок, а заодно и показать, как мы это делаем без всяких обжимных трубочек. У меня здесь поводок из двойного флорокарбона, а я хочу поставить поводок из обычного флорокарбона. И вот, кстати, фишка интересная. Чтобы плетенка не перерезала флорокарбон, я поставил вот такое китайское паяное колечко, цельное. Вот у меня были моменты, когда толстый флорокарбон, если напрямую вязать плетенку к флорокарбону, то на забросе крупных джерков отстреливался джерк. То есть плетенка перерезала флорокарбон. А вот с таким колечком никогда проблем не будет. Поэтому я вот этот поводок снимаю, его выкидывать не буду, но хочу поставить сейчас из цельного флорокарбона. На тот момент у меня его не было, а я вот недавно совсем купил. И вот, мало ли, может быть, из цельного флорокарбона будет более незаметная снасть. Значит, вот отрезаем кусочек флорокарбона. То есть как-то непривычно. Обычная леска, ну, раза в два легче весит, чем флорокарбон. Теперь берем застежку. Застежка у меня с фиксацией. И вот для толстого флорокарбона есть отличный узелочек. Вяжется буквально за пару секунд. Мы уже, наверное, лет пять этим узелком пользуемся. Вот он. Простой узелок завязываешь, потом вот так вот отгибаешь. И в петлю опять просовываешь флорокарбон. Получается вот такая восьмерочка. Вроде простой узелок, как грабли. Смачиваем его. И затягиваем. У этого узелка есть маленькая фишечка. Он должен защелкнуться. Вот я сейчас за роскогубцы его взял. Ох, не хочет защелкиваться. Оп, защелкнулся. Все. И вот обратите внимание, какой он компактный этот узелочек. Совсем маленький. То есть удивительно. Можно еще промазывать узел суперклеем, но мы, в принципе, уже сколько лет пользуемся этим узлом, и никаких проблем нет. Даже здесь суперклей не нужен. Теперь с другой стороны ставим наше паяное колечко китайское. И у нас получится шикарный поводок. Вот. Берем металлическое колечко. Точно такой же узел завязываем на этом колечке. Вот так. Оп. Затянули. Я специально поводок подлиннее делаю, чтобы снасть немножко замаскировать. Просовываем и оборачиваем. Все. Смачиваем. Теперь опять необходимо одеть кольцо. И затягиваем до щелчка. Пока не было щелчка. Все-таки вот когда вяжешь там 0,4, 0,45, 0,6, чуть потянул и щелчок, а здесь... Все, защелкнулся. Вот и весь поводок делается моментально. Все. Отрезаем кусочек оставшийся. Теперь берем нашу плетенку и привязываем колечко. Делаю два оборота для надежности. И завязываю обычный клинч. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Просовываем в петлю и обратно в петлю. Как бы клинч с фиксацией тоже. Смачиваем. И затягиваем. Все готово. Откусываем плетенку, хвостик. И у нас готовый новенький хороший поводочек. Я специально его сделал длинным, чтобы немножко замаскировать снасть. Одеваем застежку. И все. И можно ловить. Все. Настала пора легкого перекуса. Термос с широким горлом и домашняя заготовка идут в дело. Гречка с мясом. Очень вкусно будет сейчас. Тепленькая. Вкусненькая. Вот она как выглядит. Приятного аппетита. Супер. Закругляемся. Вкусный обед настолько порадовал и одновременно утомил, что Дмитрий решил, пока не клюет, слегка набраться сил. Я же тем временем продолжал безуспешно хлистать воду и с завистью периодически поглядывал на брата. Стало к вечеру еще более ясно, чем было днем. И резко ослабел ветер. Все, щука выключилась. То есть мы плаваем, видим по структурнику щуку, крупную щуку, останавливаемся, пытаемся ее прямо ловить, ставим точку на рыбу. Нифига, не хочет брать и все. Вот слабее ветер стал и все, до свидания сразу. Сейчас надежда только на сумерки предвечерние. Вот как солнце пониже станет, потому что места хорошие, прямо здоровые такие пятаки травы на 5, на 6, на 7 метрах. И рыба есть, и кормовой рыбы много, но брать пока не хочет. Сейчас пол пятого, немножко надо подождать. Где-то с пол шестого, я так думаю, должна начаться она проклевываться, несмотря на солнце. Ветер, вот самое плохое, что ветер ослабевает. Когда ослабевает ветер, щука становится на этом озере весьма осторожной. Как потом оказалось, это наше предположение сбылось, и следующую рыбу мы поймаем только перед самым заходом солнца. Хотя одна пустая поклевка щуки до этого все-таки случилась. Ах, поклевка была, поклевка. Вот она почему-то не хочет потом догонять. Мы посмотрим. Да, 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 вот. Вот этих порезов не было. Это порезы. И вот тоже порез глубокий от зуба. Надо, наверное, запаять. Скорая помощь для приманок. Электрический паяльник. На батарейках. Все, сейчас подлечу немножко резину. Вот, прижал. Так, вроде бы все. Все. Выключаем. И продолжаем ловить. Я вот сейчас специально, сознательно дал легкую паузу. Не пытаюсь ее сразу доловить, эту щуку, которая клевала. А заклеил порезы от щуки, чтобы она немножко успокоилась. И попробую ее сейчас доловить. Следующим забросом. Я ориентир четко заметил, на котором она у меня клюнула. А клюнула сравнительно недалеко. То есть, скорее всего, шла за приманкой. Вот солнце начинает садиться, вроде ветер слабее становится. Но тут уже вступает в действие другой момент, что солнце ниже. И рыба начинает активизироваться. Хотя, опять же, повторюсь, на этом озере щука очень не любит слабый ветер и солнце. Вот, в принципе, сейчас такая погода к вечеру идет. К сожалению, наша хитрость не сработала. И второй раз щуку на атаку соблазнить не удалось. Следующая поклевка случилась лишь через час. Есть! Есть! Небольшая совсем. Щука похожа. Ну, что там за... Ну, нет, ничего еще. Ну, вот, вечерняя зорька сработала. Приманка уже снаружи. Все хорошо. Я даже подсак не буду раскладывать. Щука небольшая. В лучах заходящего солнца. Вот она, щука. Перед тем, как отпустить на рычанскую красавицу, удерживая щуку за хвост, прокачиваем ей жабры водой. Вот. Рыба должна сама выйти. На заходе солнца через 10 минут получаем еще одну пустую поклевку щуки. Поклевка была. Можно считать ее отличным завершением сегодняшней короткой рыбалки. Ах ты! Еще была одна поклевка. Сейчас приманка сбита будет, смотри. О, видишь? Вот, поклевка была. О, резанула. Ну, все. Рыбалка у нас закончена. Идем к берегу. Сейчас немножко пойдем по глубинам. Посмотрим, как структурник работает на глубинах 20 метров. И на моторе быстрее к берегу и домой. В принципе, рыбалка сегодня получилась довольно интересная. Солнце садится, красота. Суперская погода. Поэтапное увеличение ширины лучей на структурнике показало, что участки твердого дна отлично читаются с расстояния даже более 100 метров. Однако приемлемая картинка, на которой все детали структур видны без искажений, читаются уже при лучах не более 80 метров влево и вправо. Неплохо так видеть дно полосой шириной целых 160 метров с первого же прохода. Рыбалка на сегодня закончилась. Рыбалка была довольно-таки трудовая. Мы, в принципе, когда ехали сегодня, уже знали, что легких побед не будет, потому что весь день практически светило солнце. Днем еще был ветер довольно-таки сильный. И мы приехали к обеду именно. На нарочь, конечно, нужно ехать на целый день. Но у нас получилось так, что с утра поработали и решили с обеда все-таки съездить, порыбачивать в свое удовольствие. Ну, в принципе, рыбалка у нас, тем не менее, состоялась. Видели четыре поклевки, две рыбы поймали. Ну, одна сорвалась прямо уже возле самой лодки, когда мы там занимались съемками. Но, тем не менее, удовольствие получено. И на крупную резину все равно мы сегодня рыб словили. Местных рыболовов не было. Это говорит о том, что сегодня, по их мнению, рыба не должна была клевать. И мы сами понимаем, что она не должна была клевать. Но, тем не менее, она клевала. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»